Вдруг нужно размножать, перегибая молодые побеги, идущие от земли. К осени получается сажать. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Косточки есть косточки. Многое не размножишь таким путем. Короче, кто бы написал, что будут ли покупать, вот что больше волнует. Так, там где сосны, лучшие места для абрикосов нет, Валерика Сынычна. Там земли практически нет. Два-три слой хвои, немного дерна. Нет, я не это имел ввиду. То есть сосны, допустим, у нас, да, вот, это уже, как бы сказать-то, это уже не потерянное место, раз они растут. Потому что сосны тоже нужны определенные условия. Они не дарки, где попал, они растут. Вот, а сплошной песок их не пугает. Вот, я всегда говорю так, мы должны с вами, а кстати, вода уходит махом, не волнует абрикосы. Для них полива вреднее засухи. Вот. Так вот, насчет вашей мысли брату дать, попробовать косточек, это хороший мысль. Почему? Объясняю. Я все время говорю так, там под землей может быть песок, там может быть глина, может супесь, может это самое, что угодно. Вот. Суглина, что хотите. Там, как у нас есть места, сразу гравит, сразу вот чахлая травка и сразу по камням ходим. Все равно везде можно вырастить. Как? Земля сыпется сверху. Саженец приживается в этой самой, вопрос только в размерах, не по высоте, а соответственной формы. Чем выше, тем шире, чем выше, тем шире. Все зависит, а это зависит от или снегового покрова, размер вашего холма по железу или вот от этого самого. От или... Эх, я уже сбился. В общем, получается так, что приживание идет, где больше снега, там значит больше холм и где хуже земля, соответственно, тоже больше холм. И, например, там самослав на два-три, на два-три холма, ну больших. Это в крайнем случае, как вот у вас. А потом стоит только углубиться туда, в почву, которая вроде бы не предназначена, в одном случае для абрикоса, в другом случае для яблони. Совершенно разные характеристики, разные условия нужны. Но дерево погибать уже не собирается. Оно прижилось на том почве, которое мы приготовили специально для нее, то есть поверх той проклинаемой почвы, которая сверху прижилось, а потом углубляется в ту почву и начинает ее переделывать. Это такой взаимный процесс. Ну, мы об этом столько раз говорили, я бы уже продолжать не буду. Так, Гришовин, у меня растут и неплохо чистый песок. Для абрикоса песок это подарок. Так, что пишет? Вопрос. То есть прямо песок были посеяны косточки? Да, на песке лучше всего привать уже на растущие земли корневые отводки. Сливы. В чистом песке кроме соса ничего не растет. Вот. Повторяю. Вот смотрите. Итак, у вас чистый песок. Вы участок выбрать не можете. Вы завозите землю с валами. Укоренение идет привозной земле, а потом идет перепработка почвы. Оно, такой процесс, как эта фабрика. И там, где был песок, через несколько лет, вы увидите, что там уже не песок. Там уже гранулированный грунт. Это я проверял специально это. Так, а сосны? На то они и сосны. У них вместо этих листьев иголки минимум испарения за счет иголок. А это что значит? Это значит, что для них много воды не надо. Так. Ну, в общем, вот это не перепалка. Это как бы мнение каждого заказывает свое. Пожалуйста. Это все, ну, т-т-т-т-т-т. Да, у нас Сергей Железов, это, как вы поняли, мой сын. Значит, у нас песчаный грунт, но не песок. Вот. А песок чистый. То есть у нас уже за двух-трех метрах сосновый бор, чистый песок, который мы берем и на стройку, и мы его берем на сертификацию. Настолько он чист, да? Вот. И край деревни захватил этот. И я это сам видел. Там мои земляки на речи, они были, долго жили. Они жаловались, что у них невозможно даже сад напитать влагой. То есть все проваливалось, как это. Но, тем не менее, нормальный сад рос. Я в таких случаях как раз... И я не вижу, что он абсолютно чистый. Вы можете представить, когда включают насос, и он туда, как в трубу, уходит вода. И даже лужи... Нету лужи, все. То есть сито. Песок как сито. А сад нормальный. Вот. И я на таких примерах как раз и учился. Так. Ну, а то, что тут спор идет, это нормально? Так. Вы когда переустроили, меня не слушали, когда уже между собой? Хе-хе-хе. Так. Держи, сплошная дюна. Буду знать. Так, Евгений. Интернет-магазин там нарисует и предлагает. Так вот, у нас в Европейской России вся продажа идет в садовых центрах. А они закупают весь посадочник Ростовской области, Крымдовского края, частично Воронежской области. Вот. Так вот, у них поточная производство и цена на саженцы, к примеру, яблони оптова 150 рублей. Ну, пока нам так, мы уже с вами несколько десятков сайтов рассмотрели за все вебинары, да? Ну, то, что под руку попадалось. Никакой системы, никакого глубокого анализа. Вот. Что вижу, о том пою. Видели 1800 рублей. Видели кустик, это, самая, лещина или там, фундука за 1250 рублей. Видели. Вот, что вижу, то пою. Вот. А это, как Ростовский, Крымдовский край, Воронежская область. Я вам сразу скажу, что это такое. Вот. Это приливка почкой. Это страшная рана в основании. Скажем, вот они 150 стоят. Почему? Сергей из той ветки, вы видели ветки. Берет, как бы не экономил, но, в ветке, получается, 2-3 черенка на прививку. Так, нет, Сергей? Вот. А там, где берут все почки подряд, там, получается, не 2-3, а 20-30. Отсюда и дешевизна. Представляете, сколько это, если бы они нормальные бассажницы выращивали, а нормальная это капулировка или улучшенная капулировка. Вот это нормальная. Вот у них цена была бы умножать на 10. Вот и все. Весь секрет. Потому что, это называется, не напастись. Раз бы смогли меньше привить, цена была бы дороже. Вот мой ответ. Так. Ну, сады Урала. Да. Так. Еще немного я уступлю место Сергею. Я ему говорю, давай вместе проводить вебинары. Ну, вот с этими двумя малышами ему тяжко приходится. О, вот теперь по делу. Хочу заказать саженцы. Вот. Это можно делать именно весной или, может, уже в январе. Вы пришлите к сроку посадки. Вот. Выкручивайся, Сергей Валерьевич, может здесь прямо этот, свой электронный адрес, чтобы каталог выслать. Каталог есть на моем сайте, на нашем сайте. Вот. И он там есть, так. А конкретно, я за него скажу, оплатить, чем раньше, тем лучше оплатить и больше шансов. А к сроку посадки, конечно, он пришлет, когда получил, как можно раньше. У нас в апреле вытаивает, из этого, из мерзлого грунта вытаивают саженцы в апреле. Так. Это я за него почти ответил. А захочешь сам ответить? Так. За плодородный слабый взять песок, который чуть темнеет того, что чуть ниже. Думаю, нет. Так. Ну, ладно. Все-таки. А, вам хорошо, у вас песок. Ха-ха-ха. 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 Ай, не могу. Ха-ха-ха. Ну, песок уже стал хорошо. Ха-ха-ха. А мне-то, да, кстати. А че я смеюсь-то? А ведь Глена страшнее песка, конечно. Которую местами отбойным молотком можно пробить. Из-за такой, с позволения сказать, почвы весной надолго прогревается, и посевы проклятются ближе к середине лета. Не, надо тогда это. Ну, я насчет привозной земли говорил. Ну, нет. Вопрос только в кошельке. Что значит кошелек? Ну, поверх глины насыпайте нормальной земли. Где-то она есть. Не у вас, так где-то десяти километров. Двадцати. Вот. Цепится в этот самый. А потом начнут перемалывать, поверьте, корни начнут перемалывать глину. У меня глина-то там, это самое, она же, вон, яму копали недавно. Ой, Сергей, если, если это, прикинул хотя бы, вот ты яму рыл этим летом. Глена, откуда начинается там, в которой мы не знали, куда девать? Вот она до сих пор кучей лежит. Через сколько? Отбойный молоток, я сказал. Чем вот это вот, выкапывать квадратный этот метр, как вот в последнем ролике, да? Вот. А менять все, а потом все равно с трех сторон глины, с трех сторон глины, и снизу опять глина. Еще раз говорю, привозите землю со стороны. И вот тогда не будет отбойного молотка. Так, что там Гришунин пишет? Вот примерно так же травка растет на Усерском и Уграта. Но носком ноги коснешься, там уже песок. Так, разговаривали насчет сада. Он сказал, что сосед под каждое дерево на два метра я ему копал, землю завозил. А это с кем его сосед? Так. Интересно. Я все равно за... Я на стороне... Это холмика привозного. Сергей Валерьевич, это сын. Сыну обращается. А реально вырастить абрикос или персик на песке, как вы делаете? Если вы делаете садцы с ковом земли. Посадить, как в ведре с корневой земли. А там Бог даст пойдет рост. А пусть и откручивает. Сергей Валерьевич. Пусть он отвечает. Это я уже это... Скоро это... Дела сдам. Полностью. Заказы на весну принимаются давно. Сроки отправки первая половина апреля. Как только оттаивает земля на стеклопату. У нас там западный склон. И это чуть раньше оттаивает. Так. И, по-моему, в этих горшках даже быстрее, чем просто в земле. Так. Благодарю. Поняла. Евгений на днях тоже делал заказы. Так. Жандель хочется испадать у нас. Сергей же отвечает. Жандель осталась или тогда все это... В горячаху выкопал и выкинул. На чистом песке? Нет. На чистом грунте? Да. Ну уж разница есть. У нас не чистый песок. У нас, да, пройдет дождь и грязи нет. Но... Ну, это то, что по науке называется супесь. Так. Надо сажать. У них уже не песчаный карьер. Почва будет улучшаться. Во! Почва будет улучшаться. Чем по поводу... Почитайте специалистов-почвоведов. Хотя бы Павла Трона. Кстати, Павла Трона... Это была такая... Сейчас она закрылась, к сожалению. Самый красивый журнал в Москве издавался моим другом. Ребриком. Вот. И вот Павел Трона один из авторов. Он единственный, когда я написал про то, что мы можем улучшать деревья, что они имеют божественную природу. А этот садовод, этот умница, единственный, кто меня поддержал. Потому что было и такое, что меня за идиота принимали. Вот. А я сейчас говорю, на земле появились деревья в чистом виде. Сразу культурные. Не было никакого этого улучшения с помощью там тысячелетних переносов сада в сад. Вот. Была другое. Война, пожары, наводнения. И не было никакой селекции. Брали готовые. Вот. Могли делать хуже. Допустим, сотни поколений без прививки. Вот. Могли деревья приспосабливаться к более жесткому климату. К оленниковым периодам. Дичать могли. Сейчас мы возвращаем их к качеству. И вот Рануа. Спасибо, что вы его вспомнили. Этот умница сказал, что Жильзов прав. И привел свои примеры. Так приятно было, что нас уже двое. Хотя бы двое. При посадке абрикоса делаю небольшой насыпной холмик из речного песка. И сестра весь органика. Сажаю, эмульчирую кусками снятого. Дерну. Абрикос спокойно терпит засуху под холмиком. Все одно суглино. Нормальный один из вариантов. Вот я тоже человек-идеалист. Согласно данным условиям моего опыта образования. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Я человек-идеалист. Но лучше бы ты был этим прагматиком. Больше бы заработал. Согласно данным условиям моего опыта образования ничего не будет. Лучше бы ты был прагматиком. Идеалист. Так. Ничего не будет, если ничего не делать. Ну, сегодня жулин разгор получился. Я доволен. Есть варианты, где действительно нужно копать яму. А, кстати, я рассказывал. Вспоминаем этот. Когда мы разбирали опыт. Ну, какой там опыт. Эти самые. Попытки яму делать с этим самым. Я показывал вам специальную фотографию. Почвы в разрезе. Где оправдано выкапывание ямы. Просто сейчас. Снова начинать эту тему не будет. Я сказал. Есть исключения. Есть правила. Есть исключения. Мы это проходили. Вот. А я благодарен тому дяди Ване. Да. Вот. За то, что он пусть таким способом необычным. Да. Вот. Но все-таки. Помог нам раскрыть эту тему. Мы с вами заглянули под землю. То, что не приходит в голову делать. Вот. Тем, кто обязан это делать. Самое простое. Поливать на сливы, которые там растет. Если растет. Согласен. Согласен. Я поверю, что абрикос будет расти на песке. Но этот песок с примечами органики. Его просто возможно будет слабее, чем на суглинке. То есть будет недополучать питание. Но по факту такого чистого песка в природе мало. Повторяю. Берем самый чистый песок. Сверху высыпаем пол. Пол. Пол этого грузовика. И как он. Самосвала с нормальной землей. Размажем так. Чтобы не было. Не похоже был на пирамиду. А именно размажем. Посадим. Первый год. Два. Три. Он будет жить в привозной земле. А потом вопьется в сухой песок. И начнет его переделывать. Он. Как бы это сказать. Будет строить подземные этажи. Растет дерево вверх. А подземные этажи строят вниз. Просто. Ну. Сейчас тоже фотографию показать. Помните. Где я стрелки рисовал. Ну. Посмотрите. Какая эта подземная часть. Ну. Сейчас уже неудобно. Не буду. Время выходит. Ответить. Персик Хасанский. Сколько. Метров. Ширину. Ну. Сколько. Метра три получалось. Это при мне. А потом. Дело в том. Что. Мы с самого начала. Жили небогато. И резали. Особенно персики. Самый. Ходовой товар. Черенки персиковые. Мы не давали. Не расти в ширину. Да и высоту не давали. Бывало. Отрежешь. Несколько. То что вертикально. Почти растут. Эти ветки. Размером. Вот. Посмотрите на свои пальцы. А выше идут эти. Развилка. То есть. Они делятся еще на. Три. На пять. На восемь. Полноценных черенков. Так мы сразу. Отрезаем все. Одним махом. Ну и дорезались. Если бы мы его не трогали. Я думаю что метров пять был бы. Если бы не трогать. Это я извини за Сергея ответил. Но дело в том что. Что я могу сказать. Мы не дожили до тех времен. Так. Где тут дальше. Ага. Почва песчаная. Пировская область. А что так кругом одни песчаные. Что у нас это. В пустыне что ли. Уже сколько человек про песчаную почву. Подскажите. Какие сорта фруктовых деревьев. Лучше приобрести. Вчаток пустой. Я вам сразу скажу. Вот. Если песчаная почва. А тут еще несколько характеристик должно быть. Где вода. Вот. Потом. Песчаная почва может быть сверху. Где дальше. Что как. Но в принципе. Лучше всего песчаную почву переносит. А. Абрикосы. Б. Груши. Вот. В. Войлочные вишни. Лучше. На этом. Принципе. А на самом деле тут. Вот. Как у нас все растет. Да еще. Перемешка уже. Смотришь. Видели это самое. Двух трех метров лук от друга. У Серегея в питомнике. И. Главное. Что. Да вот. Загустел. Проходу нет. Оно все живо. А там перемешку все растет. Груши. Яблони. Что только нет. Поэтому. Что делать. Почва песчаная, это в многих отношениях лучше, чем жирный чернозем. Потому что жирный чернозем, это хорошо было, докучая его. Но дело в том, что он-то в основном имел в виду злаковые культуры. А нам-то не до злаков. Нам яблочко, грушу хочется, сладкую. А здесь получается, что как тот же абрикос. Не терпит он чернозема. Вы думаете, это же не я придумал, что брать чернозем, выкапать большую яму, а потом это же чернозем кидать в ведро чернозема, в ведро песку. Да еще там смотришь, кислоты все соки, а там еще извести, а там муки до ломают. Фу ты, господи, уже я боюсь говорить, а будет кто-то берет и запишет. Да еще торф, который насчет... О, раскисленный торф. Ага, вы отличите раскисленный торф от нераскисленного. Такое устроите кислоты, что и расти ничего не будет. Поэтому, что? Самый способ, привези хорошей земли, посадили. Я, наша песня хороша. Поехали дальше. Вот. И садитесь все подряд, думать будете потом. До посадки никогда не думайте, иначе никогда ничего не вырастет. В жардиале заложен генетический код, мощный рост. Да, она справится на любой почве, только посади. Да, только вот мы-то в Сибири рискнули. Но мы как рискнули? Вначале привил я на манжурский абрикос. Мощнейший рост и тот мощный, и тут мощный. Вот, сумасшедшие урожаи. Мы так никогда не сочетались до конца, сколько ведер давало. За один раз. Оно получилось так, что вот сейчас он вырастил, их мощный. И двух-трехлетние выкопало, а потом не купили, выбросил. Вот. Ну, что мы видели до того? Сергей Владимирович, подтверди, пожалуйста. Что мы видели? Мы видели, что в будущем уже стой рост или с мой. Вот я же одну-то пересадил на тот, на участок номер два. Так. Мощненькое все. Столько сильно обрезал. Что мы видели? Мы видели, что на них нет вообще никаких этих. Никаких самых. Ничего нет. Ни одной сухой веточки. Так. Антон Валерьевич, мы можем продолжать? Нет? В наше время истекло практически. А? Вы человек семейный? Так. Так. Три года кошки на песке, осень, жердель вырастом. О! А ну, это маловато еще. Ну, все эти два метра. Ну, маловато. Мог бы и больше. Эхо или только у меня? Так. Эхо тоже. Эхо, эхо. Песок, однако. Будем пробовать абрикосы сажать, пусть на песке. Да на песке не бойтесь высажать-то. Это, блин, на черноземье, я говорю, это опасно. На болоте опасно, как у дяди Вани. Так. Хочется плодовых займеть. Займейте. Посадите, будет вам счастье. Здорово. Про китайскую грамоту планируем создать инстаграм-канал. Да. Это будет здорово. Устарел я. Я написал тому, что на конкуренции трудно с этим бороться. Вот она, конкуренция. Так, ну тут, видимо, свой ждет. Разговор отдельный. Подвои в основном польские в этих областях. О, пожалуйста. Ну тоже не это, уже много чего знает. Ну все, закончили. Кажется, закончили. Правда, сейчас же Инна что-то пишет. Сергей пишет. Ну, давайте, ребята, надо совесть иметь. Вот. Я бы еще понял, если бы, знаете, заказали бы семян именно с этого каталога, который вот внизу с зелененьким белеется. Вот. По-моему, Антон Юрьевич потерпел бы. Ну, посмотрим. Так. Кто-то там еще. Кто-то там еще пишет. Грешунин, давайте закругляться, ребята. Сейчас прочтем и закругляемся. Ну, я считаю, что разговор получился. Как там Сергей будет раскручивать свою. Поэтому у него будет своя аудитория. Вот. Благодарим. Спасибо, Игорь Грешунин. Сегодня выгляжу лучше, чем неделю назад. До новых встреч. Спасибо за вебинар. Посмотрим, что мой сынок напишет двухметровый. Мерить Сергеями саженцы, конечно, лучше тимошками и соньками. Сергей не знает, что мы мерили саженцы таким способом. Даже не понимает, о чем речь идет. В соньках у меня самые длинные саженцы. Ой, деревья. Спасибо, спасибо, спасибо. Посмотрим, что Сергей на прощание напишет. Я показал только малую толику. Я рассчитывал только на то, что за час хотя бы успеть что-то сказать. Конечно, многое не сказал. А вы нажимайте на каталог семян, потому что Сергей семенами не занимается. Вот. Так, так, так. О, вот самое главное. Значит, что касается саженцев, Сергею. Что касается семян, книг, семечек, этих косточек, там, привычных лент, черенков. Вот, нажимайте. То, что находится вот здесь, вот прямо под этим самым каталог семян. Вот. А по саженцам, вот питомник, железо, собака, mail.ru. Вот он нам все ответит уже конкретно. Ну что, друзья. Все. Благодарю вас за внимание. От нас с Антоном Валерьевичем. Наконец-то увидели живьем. Вот. Все, не хотел показывать фотографии, не знаю. Вот. Очень даже умный, видите, симпатичный, толковый мужик. Вот. Моя главная находка на полях интернета. Вот. Ну вот, уже опишет, ссылка не работает. Может быть, тогда проще, может быть, проще, может, зайти ко мне на сайт. Оно там есть, в гостевой книге. И в гостевой есть, и каталог там есть на главной странице. Сразу найдете, какие саженцы нужны. Ну что, опять не дают нам закончить. Людмила пишет. Страница не на... А как страница эта? Что такое страница? Это электронный адрес. Так. Теперь Виноградов не дает нам закончить. Но Виноградов настолько для меня авторитетный человек. Это как второй Железов только в Европе. Сколько он нашел раритетных деревьев. А я могу гордиться только одним. Только тем, что Виноградов послушался меня и нашел. Теперь Сергей пишет. Теперь Сыновь его пишет. О, все. Давайте закругляться. Так, Борис Соловьев. Напишите мне, пожалуйста, на это. Не напишет. Напишите мне, пожалуйста, прямо. А я стараюсь на самые важные вопросы ответить уже в следующем вебинаре. Все. Антон Валерьевич, давайте сами решайте. Закругляться, так закругляться. Пришлите мне ссылку сегодняшнюю. Пожалуйста. Продолжение следует.